Патриотизм Самые талантливые молодые вокалисты смогли исполнить свои композиции 24 мая в рамках заключительного гала-концерта, где собрались ветераны и юные патриоты России. Со сцены звучали как легендарные, проверенные временем песни о войне, так и современные композиции. И ни одна из них не оставила зрителей, да и самих исполнителей равнодушными. Нас ждет, а ну смертельный, несешь беззеленный, сомнения прочь уходят в бочк, отдельный, и сядь наш десантный батареон. Почти плакала на сцене, во-первых, потому что зритель, отзывчивый зритель, очень внимательно слушали, ну и смотрели, видимо, там какие-то за мной кадры шли. Вот, эту песню очень люблю безумно. И жалко, что вот песни, вот сейчас подрастающее поколение не знает этих песен. И хочется, чтобы, хочется донести, хочется, чтобы мы помнили свою историю, знали ее, чтобы никто никогда в жизни не мог сказать, что мы там не участвовали в войне или тем более не победили. Пожалуй, это один из немногих конкурсов, где участники не столько сражаются за лидерство, сколько хотят донести через песни свои чувства дособравшихся. Тем не менее, соревновательная составляющая здесь тоже не исключена. И по итогам были выбраны самые талантливые, сопереживающие и умеющие пробудить патриотические чувства в окружающих исполнителей. В номинации «Солисты» победу в разных возрастных категориях одержали Аревик Мативасян и Владимир Шульгин. В данный момент очень сложный, как экономически, так и политически. В нашей стране необходимы такие конкурсы, потому что именно через песни, через танцы, через художественное слово мы можем, мы молодежь, можем выразить свое отношение к стране и можем сказать, что нам не безразлична ее судьба. Среди коллективов высшей награды в старшей возрастной группе удостоился вокальный коллектив «Кантилена» из Сибади. А лучшими в категории участников до 18 лет стали вокалистки ансамбля «Калибри» из Калачинска, сумевшие лишь одной песней напомнить об ужасах войны и разбудить чувство гордости за нашу страну в душе каждого слушателя. Мы показывали песню, называется она «Сад памяти». В ней говорится о молодых мальчиках, которые погибли на войне. Конечно, это все очень печально, потому что много таких было. И они жизни не повидали, и нам передать эмоции нужно, чтобы люди все поняли, что это трагично для всех. Интересно, что даже став победителями, ребята, участники фестиваля, еще не достигли вершины. Совсем скоро они смогут принять участие в федеральном этапе конкурса «Я люблю тебя, Россия», где продолжат будоражить умы, сердца и чувства людей, воспевая любовь к родине, городу, селу, дому, матери и веру в лучшее будущее. Редактор субтитров А.Семкин